Всем привет! Не ожидал, что буду записывать это видео. Три дня тому назад я пошел в магазин просто купить продукты. И я никак не ожидал, что мой поход в магазин будет комментировать администрация президента Украины Петра Порошенко. Но обо всем по порядку. Итак, прохаживаясь по магазину, я решил купить яйца. Подошел к холодильнику и увидел, что цена 12 яйц стоит 68 центов. И тут же вспомнил, что буквально недавно я видел фотографию, что в Украине яйца стоят десяток, примерно 32 гривны. Ну, то есть дороже значительно, чем в Америке. Ну, решил сфотографировать холодильник, цену яйца, что просто выложить на Фейсбук, посмеяться, мол, смотрите, яйца в Америке дешевле, чем в Украине. Ну и выложил на свою голову. За эти несколько дней эта фотография набрала более 7 тысяч репостов. В комментарии налетели сразу же парохоботы, любители Петра Порошенко, начали верещать, что я фейкомет, что я все сделал фотомонтаж. Это неправда. Едь, снимай видео, покажи нам видео. Ну что ж, на следующий день я поехал снимать видео, как я покупаю яйца по 68 центов. Всем привет! Сегодня утром я опубликовал на Фейсбуке свой пост о том, что в Соединенных Штатах 12 куриных яиц класса А, самые большие, стоят 68 центов. Что в пересчете на гривны? Это 18 гривен. Появились парохоботы, которые начали верещать, что этого не может быть, это неправда, в Америке таких цен нету. Ты врешь, и попросили записать видео. Но специально для вас я заехал в магазин, и сейчас я покажу, что в реальности такие цены. Вот это магазин Aldi, это Соединенные Штаты Америки, там вот Walmart. Ну сейчас мы зайдем, просто посмотрим, какие реально цены. Парохоботы же не верят мне. Вот у нас один. Вот мы подходим к яйцам. Вот, 68 центов. Вот, берем яйца. А, целые, целые яйца. Вот там еще и полная, целая куча. 68 центов. Вот, только что приобрел яйца, вот видим, да? 68 центов. Вот этот паренек, который сидит за моей спиной, он получает 10 долларов в час. После видео парохоботы начали верещать, что такого не может быть. Это яйца просроченные, они гнилые, они плохие. Но тогда мне пришлось снять новое видео, что эти яйца сроком годности до 21 марта 2018 года. Многие написали, что яйца были просроченные, да, потому они такие дешевые. Ну вот, видите, до 21 марта они. Все яйца абсолютно целые. Все яйца абсолютно целые. И сейчас мы будем их жарить. Пробуем пожарить. Видите, желточек обходят на желтые. Никакого не бледного. Тогда, выходя из магазина, я записал коротенький комментарий по поводу увиденного и услышанного на Фейсбуке. Давайте послушаем. Возникает закономерный вопрос, почему в Соединенных Штатах, где средняя зарплата составляет 3700 долларов в месяц, что при счете на гривны это 100 тысяч, а яйца дешевле в два раза, чем в Украине, где средняя зарплата 7500 гривен. Почему так? Ну хорошо, сейчас начнут верещать. Мы нашли в Соединенных Штатах яйца по 2 доллара. Вот мы нашли яйца по 2 доллара. Конечно, вы можете найти яйца и по 5 долларов, и по 10 долларов. А вы можете в Украине зайти в супермаркет и найти яйца самого высокого качества, ну там самые большие, да, там самые хорошие, за 18 гривен 12 штук. Я думаю, что вы так не сможете сделать, естественно. То, кроме этого, возникает вопрос, почему человек, который работает на кассе, да, вот в Валде, он зарабатывает 10 долларов в час. То есть, следовательно, да, сколько он может себе позволить яиц за день своей работы. Почему происходит так, что в Украине люди, да, которые являются владельцами фабрик, да, там, ну хорошо, по производству яиц, они мультимиллионеры, у них там сотни миллионов долларов, а люди, которые работают на предприятиях, которые работают, кассиры, которые продают на кассе их яйца, они получают копейки, ну, 100-200 долларов в месяц. То есть, куда девается разница? В Соединенных Штатах, если человек, ну, владелец предприятия, то и сотрудники предприятия, люди, которые продают его продукцию, получают достойную зарплату. Они могут прийти вечером, да, то есть, пора работа в целый день, зайти в магазин и полностью накормить себя. В Украине же люди, которые работают на предприятии, которые работают на кассе, они получают копейки, да, то есть, они не доедают. В этом проблема, потому что владельцы этих предприятий просто забирают те деньги, которые должны были выплачивать своим сотрудникам. Плюс обогащается государство, которое находится в коррумпированном, да, то есть, в коррумпированной связи с этими предприятиями, постоянно там какие-то дотации им выдают, то есть, какие-то махинации, я не знаю, то есть, там целые картели в Украине между государством и владельцами разных предприятий. То есть, все это, ну, коррумпированная сетка. Почему парохоботы об этом не говорят? Они верещат, что вот, да, вот, да хорошо, даже если в садах яйца будут стоить 2 доллара, 2 доллара, то человек на кассир, на кассе, да, за час своей работы купит себе 60 яиц. В Украине человек, проработав час, да, он, ну, максимум позволит себе 10. То есть, в 6 раз меньше, это, при том, что 2 доллара, это опять-таки я купил за 68 центов. Почему парохоботы начинают верещать, вместо того, чтобы поднимать вопросы, да, поднимать, почему в Украине такие цены, почему люди получают такие маленькие зарплаты, они начинают верещать, а почему публикуете эту информацию, то есть, они правда, вы вот такие вот лжецы, вы чего боитесь? Вы боитесь правды? Вы боитесь того, что вот я публиковал фотографию, реальную фотографию, для вас это страх? Вы боитесь, чтобы, не дай боже, плохо о Порошенко подумали? Эта запись уже набрала почти 10 тысяч репостов и более 200 тысяч просмотров на Фейсбуке. У меня никогда такого не было. И представьте себе, буквально 2 часа тому назад советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал на Фейсбуке пост о том, что я, оказывается, коммунист. Маленькая личинка коммуниста пошла в американский магазин, купила там дешевые куриные яйца, написала уровень зарплаты кассира в супермаркете и сделала фантастический вывод. Кто-то ворует зарплату украинских кассиров, пишет Бирюков. Ну а дальше его размышления, обвинения в том, что я коммунист. Ну и в конце он как бы резюмирует. Вопрос в том, что личинки коммунистов не предлагают реальных решений проблем. Это не в их планах. Личинки коммунистов рассказывают о необходимости посадить олигархов. Но не говорят, как это сделать. Ну я уже привык к тому, что вместо аргументов и конструктивного разговора парахоботы меня постоянно оскорбляют, распространяют клевету. То есть, ну, моя фотография, просто вдумайтесь, я просто сфотографировал прилавок и выложил это на Фейсбук. Это вызвало в мой адрес тысячи оскорблений и унижений меня как личности. Ну, вот уровень дискуссии парахоботов. Ну ладно, я не буду комментировать это. Давайте лучше посмотрим на вот эту фотографию. На этой фотографии вы видите яхту Михаила Косюка, главы украинского предприятия Наша Ряба, которое производит куриные яйца в Украине. Эта яхта стоит 180 миллионов долларов. Об этом писали уже давно. Михаил Косюк продает яйца в Украине по американским ценам, но платит зарплату своим сотрудникам далеко не американскую. Пару сотен долларов. Я хочу показать эту фотографию американцам. Представьте, что производитель куриных яиц в Америке миллиардер, а своим сотрудникам платит зарплату 200-300 долларов в месяц. И при этом его продукция, куриные яйца, стоит полтора доллара, как в Америке. Вы можете это себе представить в Соединенных Штатах? Я думаю, нет. На днях вышла статья, что Наша Ряба получила из бюджета полтора миллиарда гривен дотаций. Прочитайте эту статью о коррупционном сговоре правительства Украины и олигарха. Очень-очень интересно. Вы можете себе это представить? Украинское предприятие продает украинцам куриные яйца по американским ценам, платит своим сотрудникам копеечную зарплату и еще из бюджета получает полтора миллиарда дотаций. Да это просто невероятно. В своем посте Бирюков пишет, что кассиру в США нужно платить налоги, а потому у него нет денег. Конечно, Бирюков, в США, в отличие от Украины, нужно платить налоги. Представь себе, только в Соединенных Штатах минимальная зарплата 1400 долларов. Это примерно 38 тысяч гривен. Но кассир получает примерно 1800. Да, конечно, все граждане, все люди, которые работают в Америке, должны платить налоги. Но в Америке прогрессивная ставка налогообложения. Те, кто зарабатывает мало, а кассир это, считайте, очень мало по американским меркам, они вообще практически не платят налогов. Там какие-то копейки. Те, кто зарабатывает больше и платит больше. Я хотел бы, наверное, в будущем сделать отдельный ролик по американским налогам, поскольку я уже здесь живу 3 года, я каждый год заполняю декларацию, я плачу налоги в американский бюджет. Это очень интересная тема. Не все так просто, как люди думают, что вот там есть фиксированная ставка. А то нет. Там ставка прогрессивная. Зависит от того, женаты вы или не женаты. Зависит от того, сколько у вас детей. Зависит также от того, какие списания. Там очень-очень-очень много. Если у вас дети, вы не только не платите налогов, вам эти налоги еще возвращают правительство в конце года доплачивать за ребенка 2, 4, 5, 6 тысяч долларов. Вы не знаете, как работает налоговая система Америки. И при этом делайте абсолютно глупые комментарии. Что же касается вашего косяка, олигарха, который продает в Украине яйца по американским ценам, то в Америке он бы платил бы сотни-сотни миллионов долларов налогов и еще больше зарплат своим сотрудникам. Ну, примерно там 50-60 тысяч долларов в год. И ездил бы на скромненьком кораблике, ну, может, за 100-200 тысяч долларов, а не на яхте за 180 миллионов долларов. Что вы думаете по этому поводу? Как вы вот оцениваете ситуацию, что в Украине люди, которые производят яйца, миллиардеры, а люди, которые, собственно, их должны покупать, и люди, которые работают простыми людьми, они нищие голодранцы. Что вы думаете по этому поводу? Своё мнение пишите в комментариях, ставьте свою оценку этому видеоролику, распространяйте его, чтобы как можно больше украинцев посмотрело и сделало свой вывод. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!